Энергосистема Края одна из самых сложных. У нас наибольшая протяженность электрических сетей. Тепловую энергию производят как предприятия большой энергетики, так и котельные. Пока неоднозначная ситуация остается в немецком селе Кусак, где в январе произошла крупная коммунальная авария. По словам жителей, ремонт котельной до сих пор не начат. А в Камни-на-Обиг зиме вообще практически не готовы. Денег на ремонт нет, так как депутаты не желают поднимать тарифы на тепло. По словам специалистов, существующий тариф нужно поднять минимум на тысячу рублей. Тем временем, глава Каменского района Федор Найдин отстранен от должности. В город будет направлена правительственная комиссия для мониторинга ситуации. Мы будем ситуацию сопровождать, связанную с тем, чтобы не потерять управляемость в Каменском районе в принципе. Эта комиссия должна будет жестко отследить и подготовку к зиме, поскольку сигнал о том, что могут быть какие-то нюансы, они идут. Всего на Алтае к зиме надо подготовить почти 2000 котельных и почти 3500 километров теплосетей. Пока готовность к отопительному сезону, по словам специалистов, составляет 75%. Продолжает пополняться запас топлива. По последним данным, на ТЭЦ с края поступило 923 тысячи тонн угля. Это в три раза больше положенных нормативов. Министр энергетики Александр Новак сегодня сообщил, что президентом поддержана программа модернизации теплоэлектростанций. Он назвал это решение историческим. Мы планируем в кратчайшие сроки, чтобы эти документы, эти нормативные акты были приняты, с тем, чтобы в ноябре месяце уже провести конкурс примерно на 10 тысяч мегаватт модернизации мощностей. Первой и второй ценовой зоне в ноябре месяце на период поставки и модернизации 2022-2024 года.